Как стабилизировать состояние второго шейного позвонка? На примере вот этого предмета, украденного мною из Александрийского музея несколько лет тому назад, я вам покажу, как это хорошо сделать. Свечка, это первый шейный позвонок. Для того, чтобы она очень четко стояла на своем месте, нам надо, чтобы основание второй шейный позвонок было очень крепко. Вы обращаетесь с этими проблемами нестабильного шейного позвонка к простоопатам, к мануальным терапевтам. Не делайте этого, потому что это крайне опасно. Повторите за мной простое упражнение для укрепления, для стабильности второго шейного позвонка. Итак, ваших два указательных пальца вы вот таким вот образом ставите себе в нос, глубоко вдыхаете, резко выдыхаете, и в течение двух секунд поднимаете его вверх. Раз, два. Вот таким образом мы с вами усиливаем состояние трапециевидных мышц, от качества которых в первую очередь зависит стабилизация второго шейного позвонка. Скоро я вам покажу, как при помощи большого пальца мы можем с вами стабилизировать состояние сосудистого тонуса всего нашего организма. Регистрируйтесь и приходите на наш вебинар, на котором мы покажем еще больше таких экзотических приемов.